МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пикеты по сбору подписов за кандидатов у президента Республики Беларусь на вывесах населенных пунктов можно увидеть до 21-го жюня. Потом начнется проверка собранных подписов и непосредственно регистрация кандидатов. Между тем, параллельно на Гомельщине зараз притягивается вылучение представников в склад участковых выборчих комиссий. До речи, инициативные группы двух кандидатов на посаду керівника державы почали уже сдавать подписные листы у территориальной комиссии Гомельской области. 220 тысяч подписов сдадено за девчого президента, 3 тысячи – за Сергея Гайдукевича. Что отыщется вылучение у состав участковых выборчих комиссий, то этот процесс повинен завершиться 23-го жюня. По своей судносе, он ничем не одрознивается от процесса вылучения представников у состав комиссий территориальных. Мне предложили, так как я давно работаю на Гомельщине, уже 45 лет, но народ поддержал мою кандидатуру, чтобы быть членом районной комиссии. После формирования участковых выборчих комиссий на Гомельщине чекают долготерминовых замежных назиральников. А Пакуль проводить в учебу с назиральниками-отчинными. Зараз их у регионе 126 человек, больше 70% заких – простовники громадских организаций. Не во всех есть опыт ответственной работы, але, яке якось им спотребится, разумеют усе. Школу назиральников на Гомельщине у першыню открыли в 2010-м годе. И с того часу она працует под час усих выборчих кампаний. Сержат слухачев, представники региональных структур политичных парты, громадских организаций и працонных коллективов. А так само громадяне, яке уже отримали право ожитивлять назирание заходом выборчей кампании у программе «Деловые гульни» и тренинги с выкористанием интерактивных методок, индивидуальное консультирование и обмен в опытом, плюс обовязковое выучение нормативно-правовых документов. Разработаны вот такие методические рекомендации, в которых очень кратко и очень ёмко изложены постановления Центра избиркома, которые будут удобны и необходимы в работе наблюдателей. Им даются в том числе и практические советы. Поэтому мы будем очень рады, чтобы выборы президента Республики Беларусь прошли законно и успешно. Александр Чаров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель». У Беларуси намолочено маль 8 миллионов тонн сбожа. Уклад Гомельской в областью агульно-республиканский каравай – 960 тысяч тонн. Уборку зерневых на Гомельщине можно лишить завершенной. До стопроцентного обмолоту посевных площадь, подаденных на сёняшнюю ранницу, не дотягнули только три районы – Житковицкий, Наравлянский и Петраковский. Найбольший намолот сёль – это на рахунку аграры у Решицкого района. До вынику 90 тысяч тонн сбожа им не хапило совсем не шмат. Недренный урожай так само будет в Кашалевском и Добружском районах. Звыше 80 тысяч тонн. Протягиваем выпуску Гомельской в области стартовал комплекс профилактичных мероприемств по выявлению и спинению порушения правилов припинку и стоянки. До 25-го жни уняжихарам Гомеля, Мазара, Жлобина, Калинка, Виша и Решицы варто быть особливо уважливыми при парковце автомобилев. За стоянку у неустановленных местах супрацовники ДАИ мают право примусово эвакуировать транспорт. Так само пильными повинны быть и уладальники грузовых автомобилев. Коли транспортный сродок покинуты у неналежных мест и уладальника нема поблизу, колы грузового автомобиля заблокируют. А кроме того, покара не может быть в выгляде штрафа. Стоит напомнить водителям, что нарушение правил парковки влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины. А также данная статья имеет повторность. Нарушение повторных в течение года правил парковки влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин. Для водителей грузовых автомобилей штрафы значительно выше. В первый раз нарушение правил парковки штраф составит пять базовых величин, в повторных в течение года десять. Веселье подарунки и усмешки детей. У Гомель волонтерский отрат Белорусского гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперации провел акцию «Семья – это житё». В рамках доброчинного мероприемства одна с пар молодожёнов у День своего веселья завитала давых аванса у Гомельского городского социально-педагогичного центра. Под обязанностей это яркая и запоминальная сустреча у репортажа наших корреспондентов. День народжения своей семьи молодожёны Александра и Яфим Лавинецкий выросли отзначить не за всем традиционным чином. После урочистой церемонии заключения шлюбы и непротяглой фотосессии яны отправились не в ресторан, а в Гомельский городский социально-педагогичный центр. Тут гостей чекали с великим нетерпением. Когда сказали детям о том, что к ним приедут молодожёны в свадебном платье, радости не было предела. Тут же начали готовить плакаты с днём свадьбы, подарки, учить стихи. Мы только ориентировали. Желание это было только детей. Как бы сделать сюрприз, чтобы не просто им приехали и вручили. Они тоже хотят свою лепту внести. Молодожёны завитали до детей далёко не с пустыми руками. Привезли цацки, развивающие гульни, малевничые диваны у группу и иншие приемные подарунки. Межтым до ухачаканных гостей выхованцы Гомельского городского социально-педагогичного центра так само сустрели ветлево. Желаем жить в любви и мире. Похожее было, чтобы на сказку, и чтобы место не хватило зелёнкам, соскам и коляскам. Поздравляем! Мы вам даем дерево счастья! Спасибо! С днём рождения! С днём рождения семьи! Всё правильно я так сказал! Александр и Яфим Лавинецкий из неподробной щиростю вспоминают. Коли волонтёрский отрад Белорусского хандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией пропоновал им поудельничать у доброчиной акции «Сямьягэта жицё» погодились и неразважаючи. Им вельми хотелось поделиться с детьми частинкой своего счастья и показать приклад иншим, необыяковым людям. Получается, этим действуем и других людей, которые думают только о себе, либо о злые, чтобы они подобрели, чтобы они поняли, что в этом мире они не одни, чтобы заботились о других детях, которые нуждаются в этом, которые сложно в этой жизни. Мы создаём этот день семью вдобавок и решили помочь детям, потому что каждый ребёнок должен жить в благополучной семье. Молодые разместились с детками на новых диванах и принялись за гульни. Треба отзначить, усе подоранные ими речи яны набыли як за кошту ласных сродков, так и тех, які у гостей избирались выдатковать на святочный букет. Пара загодя домовилась с запрошенными на веселье. Замест кветок лепши заробите подарунок детям. Зараз у Гомельским городским социально-педагогичным центром знаходится 39 ребят в возрасте от 3 до 18 годов. Яны опынулись тут по разных причинах. А Лемарова у сих одна. Жить у полновартостной семьи. Тому и пожедание им от молодожёнов – отповедное. Я думаю, мы будем очень счастливы, потому что мы действительно очень сильно любим друг друга. И я желаю детишкам, чтобы они встретили на своём пути такую же искреннюю любовь, и чтобы у них всё было хорошо. Вероника Ворошилина, Катерина Жданович, Валерия Копанькут, телерадоё, компания «Гомель». Спякота у региона напылно сдала своя позиция. На этом тыдне на двор я будзе умерана тёплым. Температура поветра навод крыху нижайшая из-за климатичную норму. Подадзенных областного гидрометэцентра в ближайшие сутки у региона прогнозуется невеликая воблашность, без опадков. Температура поветра складе в ночи до 12, и в день до 22 градусов тепла. У Сераду и Чайфера опадков так само не прогнозуется. Слубки термометров покажут у ночи от 4 до 9, у день от 19 до 22 градусов. Каля 24 будзе у пятницу. На выходных у заходних районах в области макшимы короткочасовые дажи и на вольнице. Чакается каля 13 градусов тепла у ночи и от 21 до 26 у день. До инших тем выпусков областным центры открылся буйный дискаунтер «Гомель Шпалеры». Он разместился по адресе в улице Могилевская, 1А. У новым гандлёвым объекте проставлены самый широкий ассортимент продукции предприемства «Гомель Шпалеры». Причем, эти высокоякостные товары тут можно набыть по небывало низких ценах. Вероника Ворошилина переканалася у этого особиста. Открывшийся в областном центре обойный дискаунтер «Гомель Обои» проект совместный. Идея его создания принадлежит двум крупным торговым компаниям. Гомельскому коммунальному оптово-розничному унитарному предприятию «Облторгсоюз» и производственному унитарному предприятию «Гомель Обои». Магазин удивляет многообразием ассортимента. Здесь представлен огромный выбор обоев. Порядка 750 образцов продукции от крупнейшего белорусского производителя предприятия «Гомель Обои». Как и полагается, главные преимущества дискаунтера удивительно низкие цены. Здесь они на порядок демократичнее, чем в среднем по городу. В данном магазине представлена продукция по ценовому диапазону от 6 тысяч белорусских рублей до 300. 300 тысяч белорусских рублей это обойная продукция, которая аналогична импортной продукции и цены ее на белорусском рынке порядка от 500-600 тысяч рублей по 1 миллиона за трубку. У нас это всего лишь навсего 300 тысяч. Низкая цена и высокое качество – главные ориентиры белорусского производителя. Предприятие «Гомель Обои» выпускает продукцию самых разных видов – от бумажных и водостойких обоев до виниловых на флизериновой основе. Отличает ее многообразие фактур и расцветок, что позволяет удовлетворять вкусы даже самых взыскательных клиентов. К примеру, есть специальная линия обоев для детей. Их можно и даже нужно раскрашивать. К слову, предприятие «Гомель Обои» во всем стремится к совершенству. Оно сотрудничает с крупными торговыми компаниями при Балтике и Германии и при изготовлении своей фирменной продукции учитывает зарубежный опыт и применяет исключительно современные и качественные материалы. Блестящие перламутровые и другие препараты, которые используются в очень большом количестве на обоях, мы сейчас переходим на другие виды вообще этих продуктов. Поэтому по качеству и по другим параметрам они вообще практически не вступают другим аналогам, допустим, российским, зарубежным и прочее. Несмотря на и без того демократичные цены, дискаунтер «Гомель Обои» планирует удивлять клиентов хорошими скидками и интересными акциями. Мы совместно будем с предприятием «Гомель Обои» организовать совместные акции, потому что на сегодня есть у нашего народа потребность в акциях, скидках, потому что каждый считает свои деньги и хочет, чтобы купить качественные, но дешевле. Поэтому мы будем с предприятием-производителем отрабатывать эти мероприятия. Дискаунтер «Гомель Обои» открылся по адресу улица Ногилевская, 1А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 18. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадио, компания «Гомель». Сегодня матчем у Мазыры завершается программа 16-го тура чемпионата Украины по футболе в высшей элизе. Славия прямая соседа по турнирной таблице Жодзинская торпеда «Белаз». У футбольного клуба «Гомель» у этой туры соперник был больше грозный – Борисовский «Бате». С первых хвилин борисовчане дали зразуметь, что мают намер отправиться до дому с трима очками. Працы у «Гомельской обороны» и галкипера Олега Ковалева хапала. Однако отсиживаться на своей полове до финального свистка господары не сбиралися. У середине первой половы гульни Геннадь Близнюк пасам вывел Алексея Теслюка на рандеву с борисовским галкипером. Але нападаючий не змог яго пераиграть. У другим тайме борисовчане узмоцнили тиск на вороты господаров. Тые у свою чаргу заиграли больше агрессивно. На опошней хвилини у «Гомельчан» была добрая махчимость створить сенсацию. Однако Виталь Новик с доброй позицией не трапил у вороты. У вынику боевая нишия 0-0. У турнирной таблицы Гомель застался на 12-й позиции. Але отрыв от пера до пошня га 13-го родка складая 5 баллов. Максим Савин Игорь Марышченко Телерадио компания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.